Здравия желаю, дорогие друзья! Нахожусь на отдыхе. Все равно продолжаю следить за новостями, потому что наша деятельность это не работа, а образ жизни. Ну и новости просто не отпускают. Вот читаешь и не понимаешь, мы вообще на какой планете живем? Вы что творите? Какая нахрен новая оспа обезьян? Ну ладно, оспа обезьян это тема для отдельного ролика, надеюсь, за эти ролики мой канал. По недоброй традиции не заблокируют, и сейчас про другое. У нас, оказывается, в стране вот-вот отменят единый государственный экзамен. Вы представляете себе? ЕГЭ. Три страшные буквы, от которых у всех адекватных людей сжимаются зубы. Ходят желваки, вздуваются вены на лбу от ярости, от негодования. Что это такое? Как можно мучить педагогическую систему учителей, детей, родителей этими бездушными тестами? Но вот тесты в любой момент могут отменить. Завтра может выйти министр и сказать, все, в этом году ЕГЭ не будет. А все почему? Что, думаете, они передумали, решили позаботиться о наших детях? Ни хрена. ЕГЭ могут отменить, я серьезно говорю, со дня на день. По какой причине? Вдумайтесь. Вот у нас 11 класс сдают ЕГЭ, а девятиклассники, которые хотят идти дальше учиться в 10-11 класс, или которые уходят в колледж, в техникум, в ПТУ, они сдают ОГЭ, общегосударственный экзамен. Так вот, несколько ОГЭ в ряде регионов России были сорваны. Дети приходят на участок экзаменационный, учителя приходят. Там все по очень строгой отчетности, кто, куда, в какой аудитории, все фиксируется, все протоколируется. И вдруг, на тебе, звонок, школа заминирована. Вы представляете, какая страшная история? Телефонные террористы у нас в стране образовались. Я напоминаю, на моем канале об этом говорилось многократно. В 17-м году огромная волна телефонного терроризма по всей стране. В 19-м, 20-м году огромная волна телефонного терроризма, которая остановилась только с началом дистанционного образования. В этом году волна почтового терроризма, когда на электронную почту постоянно приходят одинаковые письма, сразу в десятки школ, срочно вы заминированы, вызываются собаки, дети удаляются из школы. Вот это вот фигня. У меня возникают вопросы. Почему за все это время ни хрена не было сделано? Ну, доигрались. Дебилы долбаные. Прошу прощения. Но это смешно. Как это вообще может быть в нормальной стране? Как это вообще возможно? Столько лет, уже больше пяти лет с этой проблемой вы не можете разобраться. Да неужели? Телеграм они пытались заблокировать. С Ютубом они все время бодаются. Фейсбук, Инстаграм. Вы некоторые почтовые сервера заблокировать не смогли? Вы не смогли настроить фильтрацию одинаковых писем, которые в десятки школ направляются? Слушайте, это делается, вот я не программист, не информатик. Напишите в комментариях, вот кто специалист в этой теме. Я как себе представляю. Вы берете, ставите несколько специализированных серверов. Чисто для почты, почта для государственных учреждений. Все школы регистрируют свою рабочую официальную почту исключительно туда, на эти специальные серверы. Эти серверы находятся в руках государственной системы, Министерства цифрового развития, какого-нибудь там подразделения. Все письма, которые туда приходят, могут быть прочитаны, проверены, проанализированы. Если кто-то присылает в одну школу, это может сработать. Если присылается одинаковое письмо, ну или похожее письмо, с похожим содержанием, с похожих почтовых электронных адресов, в несколько школ, это очень легко на раз-два отслеживается, блокируется. Это же элементарно! Стоимость? Ну, например, 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей это стоит. Ну и посадить там двух-трех человек, которые будут на зарплату, там, условно говоря, еще там 200 тысяч рублей на троих специалистов, которые будут сидеть и из месяца в месяц за этим наблюдать. Что, у государства не было этих денег? Всем просто наплевать. Доигрались. Сейчас украинцы веселятся, украинцы это вот проворачивают. Сейчас, возможно, ЕГЭ по всей стране будут сорваны. Представляете, какой стресс будут переживать дети, учителя, которые за это все будут отвечать. Это же просто, там инфаркты будут, там истерики будут, там нервные срывы будут. В какой форме? А, сейчас выйдет Красов и скажет, общественность просила, чтобы мы отменили ЕГЭ, ЕГЭ отменяем. Вышеучебное заведение вправе назначить свои вступительные испытания. А когда к ним готовятся, простите, когда готовятся к экзаменам, которые вузы будут проводить? То есть люди сейчас уже на последнем издыхании, от напряжения, что они там все последние месяцы особо напряженно готовились. И сейчас им говорят, не-не-не, а теперь экзамен будет другой. Вам теперь надо не спеть, вам надо станцевать. Вы представляете вообще, что это такое для детей? Второй момент. Вот у нас не обращают внимания на проблему, например, почтового терроризма. Да, так я его называю про себя. Был телефонный терроризм, теперь почтовый терроризм. Другая проблема. Колумбайны. У нас за последние несколько лет, одна за одним, произошли страшные трагедии, когда учащиеся школ, студенты, учащиеся колледжей, врывались в свое учебное заведение, производили насильственные действия. Стреляли, взрывали, резали. Одногруппников, бывших одноклассников, там, соучеников, учителей, администрацию, охрану. В любой момент это повторится. Просто в любой момент. На экзамене, 1 сентября, в детском лагере, в любой момент это повторится. Ждать долго не придется. Что-то система сделала, чтобы этому воспрепятствовать? Что-то кто-то сделал? Я свои предложения многократно высказывал. Во-первых, надо пересмотреть принципы работы школьных психологов и резко увеличить их численность. Хотя бы в 3-4 раза. На каждую школу должно приходиться хотя бы 3-4-5 психологов. И все они должны в срочном порядке пройти дополнительное повышение квалификации, а желательно сдать специальный экзамен на право работы с детьми, потому что многие школьные психологи, их детям нельзя подпускать на пушечный выстрел. Они не понимают, где кончаются права психолога школьного, где начинаются права родителей, права семейного воспитания. Они лезут в интересы семей. А работать вот с такими явлениями, как школьный, блин, колумбайны, массовые расстрелы в учебных заведениях, это мы не можем, это нас не касается. Ну то есть все с ног на голову. То, чем заниматься нужно, мы не занимаемся, то, чем заниматься нахрен не надо, мы туда лезем своими грязными копытами. Прошу прощения, мой французский. Я тут читаю ваши письма, дорогие друзья, читаю, что пишут всякие эксперты и аналитики, просто диву даюсь. Дальше идем. Значит, с колумбайнами тоже почту мы не можем делать. Значит, школьные психологи, работу классных руководителей, настоящее грамотное воспитание, это нам не под силу, у нас есть интересы другие. Сегодня министр просвещения Кравцов, тот самый человек, который должен заниматься школами, вылез с потрясающей новостью. Оказывается, у нас теперь, ну у нас язык, русский язык, это вещь живая, это вещь, которая постоянно меняется, развивается, видоизменяется. Русский язык теперь пополнится новым правилом. Писать «бог», слово «бог», «бог», можно будет только с большой буквы. То есть у нас в стране колумбайны, у нас в стране может сорваться ЕГЭ, у нас постоянно массово эвакуируются школьники по всей стране, у нас потрясающая, катастрофическая нехватка профессионалов во всех сферах. Вы не найдете человека, который вам хорошо сошьет одежду. Вы не найдете человека, который вам ремонт хорошо сделает. Вы не найдете днем с огнем нормального автомеханика, сварщика, учителя, врача. Не хватает никого. Мы занимаемся словом «бог». Зачем это делается? Естественно, это делается исключительно для того, чтобы показать. Православие, самодержавие, народность – это консервативная триада. Известная, знаменитая консервативная триада. У нас же Путин провозгласил государственные идеологии – это консерватизм. Умеренный такой, замечательный консерватизм. Какого хрена? Значит, как вы знаете, кто меня давно смотрит, я человек православный. Но не православнутый, а православный. Огромное количество мифов, традиций, которыми обросла русская православная церковь, к православию не имеют никакого отношения. Вот, например, есть такая фраза. Один из святых, Афанасий Великий, ее сказал. Бог стал человеком, чтобы человек стал богом. Чтобы люди стали богами. Понимаете, какая глубокая фраза? Богом с маленькой буквы. То есть, есть бог с большой буквы, это имеется в виду единственный бог-творец, а есть множество богов с маленькой буквы. Человек, который многого достиг, бог с маленькой буквы. Какой-нибудь языческий бог Аполлон, Дионисий, Дионисий, который пьяный во всех мифах, или там Бахус, пьяный во всех мифах. Как его будут школьники писать с большой буквы? То есть, бог... Вот что это за идиотизм? Что это такое? Показуха и система правил для контроля и подчинения, для принуждения. Это... Понимаете как? Они считают, что если заставить детей писать слово бога с большой буквы, дети будут чтить православную веру. Естественно, с реальностью это не имеет никакого соприкосновения. Напротив, наоборот. Эти люди, они к вере не имеют никакого отношения. Это показуха, это ханженство. Вот что православного в каком-нибудь Путине, Медведеве? Ну вот, например, крепкая семья, традиционная семья. У нас Путин-то развелся, семью-то свою не уберег. Или, например, стремление к истине. Нет, кругом ложь. В Библии сказано, дьявол, сатана, это ложь и отец лжи. И вот, пожалуйста, куда ни глянь, куда ни плюнь, вранье на вранье. Сплошная пропаганда из ролика в ролик, мы ее вынуждены разоблачать. Благотворительность. В Библии сказано, вера без дел мертва. Где наша власть, наши чиновники, которые ворочают триллионными бюджетами, где за 20 лет, за 30 лет стремление к созданию социального государства? Где достойные пенсии, зарплаты, социальное обеспечение? Сирот мы не можем обеспечить жильем. На больных детей мы собираем деньги. Нет, простите, эти люди к православию не имеют никакого отношения. Более того, люди, набожные снаружи и мертвые внутри, были всегда. В Библии такие назывались фарисеи. Вот наши правители – это фарисеи. Фарисеи – это те самые ребята, которые Иисуса распяли. Вот эти вот шобла путинская, вот эти чинушья сфора – это и есть современные фарисеи, которые берут веру и собираются снова ее использовать на всю катушку для оболванивания, для промывания мозгов нашим школьникам. Не своим примером. Нет, нет, исключительно, исключительно напрямую. О, пусть дети будут писать слово «Бог» с большой буквы, и они перестанут замечать, что в современном обществе нет семей, что все разводятся там, изменяют друг другу и так далее. Не будут замечать вредных привычек, не будут замечать лжи, эксплуатации человека человеком. Что человек человеку волк в этом капиталистическом обществе. Не-не-не, дети ничего не будут замечать. Одуванчиков. Одуванчики, конечно, они очень выгодны этой власти. Одуванчики будут доверчиво подвергаться сверхэксплуатации. Ради высших идеалов положи свою жизнь, здоровье, совесть, все свои таланты на алтарь чужих доходов. Все, олигархи будут благодарны. К другим новостям вкратце. Был такой завод «Азовсталь». Один из крупнейших металлургических комбинатов в мире. Сейчас, после длительных кровопролитных боев, осады, «Азовсталь» взята, все люди оттуда вышли, сдались. Правда, нам почему-то до сих пор не показывают никаких офицеров НАТО. Возникает вопрос. Что будет дальше с «Азовсталью»? Ответ известен. «Азовсталь» будет уничтожена. На ее месте построят парк. То есть у нас сейчас вроде как импортозамещение, нам нужно все делать самим. Даже Матвиенко внезапно очухалась и сказала, у нас, оказывается, даже гвоздей своих дефицит. Андрей Викторович Караулов зачем-то рассказывает, что у нас гвоздей полно, хотя это хрень собачья. У нас не полно нифига гвоздей. У нас нет изделий, дефицит. У нас ничего не хватает. Ну и, собственно, заводы нам надо строить. «Азовсталь», конечно, надо восстанавливать, это тяжело, но этим надо заниматься. Не-не-не. Туда отправился Марат Шакерзянович Хуснулин, который там будет строить парки и человейники. Импортозамещение у нас. Мы заводы замещаем парками и человейниками. Прекрасно. А пленные «Азовстали» окружала народная милиция ДНР, штурмовала народная милиция ДНР, в плен взяла народная милиция ДНР. Эти пленные «Азовцы» содержатся в тюрьмах ДНР, а почему-то решают их судьбу. Заявление об их судьбе делает российский МИД. Вы понимаете, что ДНР – это отдельная страна? Что за хрень-то? Еще одна хрень замечательная. Оспа обезьян. Это потрясающе вообще. Я вам говорил, что коронавирус, скорее всего, в середине 2022 года уже никого не будет волновать. Но по идее, следующая волна вот такого чего-то массового, жесткого начнется осенью, по моим прикидкам, по моим представлениям. Пока что рано. Но они уже кидают пробные шары. Я считаю, что оспа обезьян – это некий пробный шар. Может быть, будет хуже, чем я думаю. Может быть, хуже. Может быть, нет. По идее, если вы родились до 80-го года, то есть вам сейчас 42 или больше, по идее, у вас есть на плече отметина от оспы, от прививки от оспы. Соответственно, вы защищены от оспы обезьян в том числе. То есть, возрастные жители Советского Союза, по идее, вообще никаким вмешательством подвергаться не могут. В других странах это будет иметь больший масштаб. В любом случае, надо четко понимать, отдавать себе отчет. На всех этих историях люди научились зарабатывать миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов, если не сотни. То есть, это очень выгодно. Это будет продолжаться. Вы знаете, что за эти темы YouTube любит блокировать, поэтому я говорю аккуратно. Самые какие-то важные, такие интересные новости я публикую в нашем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь. Ну и последнее. Продолжается судилище над Кириллом Украинцевым. Надежда нашей страны – это народная самоорганизация, народовластие. Это ваше объединение в профсоюзы, в радистские комитеты, в экологические и благотворительные общественные движения организации. Объединяйтесь, вступайте, боритесь за свои права. Естественно, чем серьезнее работа, чем больше вы можете добиться, тем больше вы будете встречать сопротивления. Вот Кирилл Украинцев организует профсоюз, подвергается давлению, а руководитель профсоюза «Курьер» сейчас его обвиняют во всех смертных грехах. Худший человек страны. Люди, из-за которых нет у нас танков армата, нет у нас нормальных самолетов, нет у нас нормальных средств радиосвязи и обмундирования, это ничего страшного. А вот профсоюзные активисты – все, надо посадить, надо рты заткнуть. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. На связи. Всех вам благ, берегите себя. До новых встреч. Пока. Свободу Кириллу Крайнцеву.